Приветствую вас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Христос посреди нас всегда был, есть и будет, а Он есть любовь. Помните, Бог живой всегда с нами. Ходите пред Богом с чистым сердцем, всегда обязательно. Ибо только чистым сердцем, зря Бога. Хотелось мне продолжить тему. Я хотел на улице записать, а там вон дождик как. Пошел, пришлось оттуда уходить. Прям совпало. И я хотел записать опять еще по наставникам и показать вам. Вот те же самые, ну, наставники, учителя, проповедники, да, одно и то же, в принципе. Мы же от кого принимаем веру? От апостолов и его преемников. И чтобы что-то понять, надо же взять, вот, я вот для примера решил, конечно, взять апостола Петра. Мне очень нравится, потому что, чего нет, там два коротеньких послания. И вот второе послание, первое послание, в принципе, посвящено гонениям. Там, конечно, много чего внутри можно накопать интересного. Но основная мысль, конечно, это послание писалось как укрепление в вере. Потому что было, видимо, гонение какое-то, это видно, что там все время идет утешение, подкрепление, ободрение, призывы стоять за имя Христова, да. То есть, понятно, что пишется в какой-то момент гонение, ибо в начале церкви было их много, постоянно, и от иудеев, от собственных, и от язычников. Да кому не лень, всех христиан гнали, да. Вот. А уже второе послание, оно написано, вот, я вам не раз зачитывал. Кто, кстати, хочет по моим текстам следить, то на христолюбе, христолюб.сайт, 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 слэш, байбл. И там найдете. И вот второе послание, там вы увидите, как я все это немножечко разбиваю, чтобы быстро, удобно было смотреть. И вот второе послание, конечно, оно очень простое тоже, да. С первой по одиннадцатый стих включительный. Кто хочет познать тайну причастия, соединение с Богом, да, путь жизни христианской. Вот, пожалуйста, там все-все-все написано. Какие ключи ему Господь дал. А то вот сидят и гадают, что там Господь сказал ему, на тебе обосную там церковь, тебе дам ключи царства. А он пишет, каким образом христианин входит, свободно входит в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот с двенадцатого стиха во втором послании, ну, до конца, но хотя я восемнадцатый стих последний так убираю, он прям прилипает к началу, вот к тому, к цели жизни, к пути жизни христианскому. Потому что он, но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и теперь, и в день вечный. Аминь. Люди так уже легко эти слова употребляют, читают, я их тоже когда-то так читал, а, да что там, ну, сказал, да сказал, возрастайте в благодати, да нет. Это все очень глубоко всегда, я вам всегда это показываю, стараясь, да, в чем возрастать-то, что человек не верует, ну, верует и спасся, это корень, а дальше? Дальше идет жизнь, возрастание человека, точно так же, как мы растем телесно, мы видим, вчера мы были детишками, вернее, там, 20, 30, 50, 70 лет назад, потом мы отроки, потом мы юноши, потом мы половозрелые люди, потом мы взрослые, потом стареем уже, здесь то же самое, возрастайте, а чем возрастать-то, в чем в благодати, что такое благодать, в счастье, то есть счастье оказывается безграничное, в счастье надо еще вырасти, да, ты спасся, верой-то спасеть, но спастись можно, я вам говорил, как Павел, хорошо, есть его личный опыт, как они с корабля спаслись, нищими выплыли, да, кто на дощечках, и сам он говорил, что такое спасение, можно во славе войти в Царство Небесное, облеченную золотом и камнями, а можно, как из огня, а мы знаем, у кого какие-нибудь пожары были, знаете, что это такое, суета, страх, как эти, любознательные глаза, полиция, пожарные, ничего хорошего, когда ты из огня спасаешься, это разве радость-то, весь трясешься, горе, несчастье, все сгорело, сам в труселях стоишь, у меня просто кое-что тоже горело, я знаю это чувство, да и какие неприятности были, авария, мы все это все прекрасно понимаем, и поэтому и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, а вы помните, как Иоанн Богослов нам раскрыл Церкви Божией Святых, что кто любит Бог, тот познал, а не любящий не познал Бога, ибо Бог есть любовь, поэтому возрастать надо в познании, а что это значит? Возрастать в любви к ближнему, все, то есть мы возрастаем в счастье и познании Иисуса Христа, любовью к ближнему, в одном предложении вся суть христианства, вроде бы последний стих, и то это даже половина предложения, потому что он начинает, мы все любим по стихам разбить, но я говорю, это удобно, чтобы просто отослать ссылкой к акценту, но так-то это целое предложение, и так вы возлюблены, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, в чем вот в истине, в сути христианства, и в чем она он говорит, но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, вот наше утверждение, вот во что мы крестились-то, все, если уж первые христиане знали нам-то, зачем все остальное? И мы знаем Евангелие, Бог умер за меня, и воскрес, и дал мне жизнь вечную, все, что мне еще надо? Мне больше ничего не надо, я не знаю, как, кому там, что. И вот вся третья глава, это такая, ой, все второе послание, почему я всем сегодня пытаюсь показать, это Евангелие, можно тоже сказать, действительно, это суть Евангелия, там, апостол передает, действительно поражаешься, как они Божьим Духом были написаны, это прям изумляет, хотя жизнь их была тоже с ошибками, так скажем, да, апостолов, но как написано послание, поражаешься, это что-то, вот именно, как говорится, не от человека, да, здесь явно рука Божия приложена, вот, поэтому она как заканчивается, она-то с этого и начинается, каким образом мы возрастаем-то, я вам тогда, может быть, показывал, не помню, то есть мы соделываемся причастниками божеского естества, принявшие веру, умножая в благодати и мире, в познании Бога, каким образом? Покажите в вере ваши добродетели, добродетели рассудительность, рассудительность в издержании, в издержании терпения, в терпении благочестия, благочестие и братолюбие, что такое благочестивая жизнь? Это любовь к ближним, а в братолюбии любовь, если это вас есть, умножается, умножается, а то все, мы верой спасены, как будто вот так пополам все Евангелие, все послания разделили и все, ну как, ну спасся ты, хорошо, а дальше ты жить-то будешь, жизнь, жизнь это движение, поэтому дальше-то, а если у вас это есть, ну хорошо, вы приняли веру, веру, учение, все, но если у вас это есть, ну дальше-то оно умножаться должно, то вы не останьтесь без успеха и плода в познании, Господь наш, плоды-то растут только, вкусить ты их не сразу вкушаешь, это только дерево у тебя выросло, а где же еще плодов-то нет, а еще вкусить их надо, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, потому что братья, более-более старайтесь, потому братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, твердым делать ваше звание, то есть это все время делать, я вот с этой теорией протестантской никак не могу понять, как они так смогли умудриться людям в голову вбить это, что это за спасение только, ну хорошо, ты спасся, дальше что, ну что дальше-то, и целую проповедь, причем проповеди я сколько смотрел, каких-нибудь там, вот именно этих проповедь, сейчас все же на видео снимают в их церкви, там, что у баптистов каких-нибудь, что там, да разные, смотришь, и своей церкви, да если это люди, уверовавшие христиане, чего им рассказывать о спасении только по вере, ну они уверовали, хорошо, вот у тебя сидит спасенное стадо, дальше что, человек должен прийти в собрание, и выйти оттуда, напоенный учением любви, о том, что он должен любить друг друга, они уже там должны любить друг друга, а не раз причинить, вот сейчас мы об этом, но здесь мы об этом не будем читать, это лучше послание к Коринфянам, прочитать первые четыре главы, вот, и вот в собственной церкви, в собственное собрание, церковь, собрание верующих, церковь это собрание уже уверовавших, принявших Христа и его учения, все, они зачем в церковь каждую субботу ходят, каждый раз семечко в себя бросать, что ли, веровать опять, они уже поверили, хорошо, они спаслись, да, голыми, дальше что, надо дом строить, одежду шить, Павел, вышли они из моря, все нищие, все выбросили, корабль разбился, все, что дальше-то, вот ты спасся из дома, как бы из огня, ты что, будешь на улице жить, как собака? Нет, ты возьмешь лопату, мастерок, начнешь копать, закладывать фундамент, строить новый дом, ты будешь что-то делать, а домостроительство, это дела любви, делами любви ты строишь собственный дом, Павел сказал, мы камень положили, это вера, да, все, ты на этом фундаменте, ты понял, да, надо любить, фундамент есть Христос, камень основания, Христос открыл свое имя, это имя любовь, значит, как я строю? Делами любви, я строю, я что-то делаю, я раз кирпичик дела любви положил, два кирпичик дела любви положил, да мы не гордимся делами любви, не хвалимся ими, не считаем, что мы зарабатываем, мы просто строим, потому что любовь это счастье, ты строишь дом собственного счастья, ты делаешь дела любви, да ты счастлив, тебе человек готов душу отдать, это же и есть любовь, блажение давать, нежели принимать. Павел ссылается на слова Христа, непонятно, конечно, как, что он с ним не ходил, неважно, по откровению, да или, в общем-то, с учениками, с каким-то все равно он общался. Ну и понятно, что это Господнее учение, он так и говорил, просто Павел в другой форме сказал, блажение давать. А что такое блажение? Да это счастье для человека. Просто мы люди, Бог стопроцентный источник, он любит и дает, а мы блажением, нам и принимать, конечно, радость-то, любовь, потому что мы все-таки созданы Богом, а он источник, он-то всегда просто дает, ему от нас вообще ничего не надо. А нам, конечно, хочет, чтобы нас любили, хотя мы приходим, должны прийти в меру возраста Христова, а это как какая мера, где ты только сам все даешь и даешь, и ничего не принимаешь, тебе ничего и не надо. Вот, и вот даже, видите, получается, я вам без вырывания зачитал даже и сначала второе послание. Но потом-то он пишет 12 стиха, это полностью тот, кто хочет проповедовать и тот, кто хочет найти себе старшего брата, как это сказать, а лучше просто брата, но брата разумного, святого, сестру разумную, святую, христиан одним словом, да, тут вот надо вот это второе послание Петра себе на носу зарубить с 12 стиха первой главы и до конца. Ну, в общем-то, его лучше, конечно, сначала прочесть, но начинается с 12 стиха, именно вот сейчас мы посмотрим. Потому и никогда не перестану... В чем смысл-то? Вот я вот проповедую, в чем смысл-то? Вот я учусь у Петра всегда. Он говорит, я потому никогда не перестану напоминать. Потому, вот именно потому, он говорит, он уже сказал, что он не перестанет напоминать, что веры покажите вашей любовь. Он пишет церкви, не неверующей. Для неверующих надо Евангелие раздавать и благовестать Евангелие. Жизнь и учение Иисуса Христа. А для церкви своей ей уже нечего благовестовать. Она уже уверовала, покаялась. И ей надо творить дела, соответствующие ее покаянию. Строить свой дом. А он строится любовью, делами любви. Не любовью, экзальтированной к Богу по воскресеньям. Пятницам и четвергам. А делами любви к ближнему он строится. Потому что Бог в каждом человеке. Он вознесся, ему нечего дать, ему ничего не надо от нас. Вот я учусь у апостола Петра. Я потому проповедую, я вот от себя говорю. Потому я никогда не перестал, потому что я никогда не перестану напоминать вам об этом. Хотя вы то и знаете, вы знаете эту истину в принципе. Но я напоминаю, что мы же как овечки, помните? Нас все время на сторону куда-нибудь в лес побежать. А вы знаете истину и утверждены в настоящей истине. Все. Истина проповедана. Христос, сущий Бог, пришел в последнее время во плоти. На самом деле являл еще от начала сотворения мира свою любовь и в своих благодеяниях являл свою любовь. Сотворение мироздания приводом его из небытия в бытие. Сотворением человека и введением его в это прекрасное бытие, которое он не в грязь его мордой ткнул. А прекрасное царство любви создал. Где рай посреди земли и где древо жизни посреди этого рая. И это и внешний образ, и внутреннего его сердца. Ибо вся земля прекрасна, это все тело человеческое. Сердце это его рай, а древо жизни дух святой внутри его сердца. Это дух святой, без которого в жизни, без жизни человек жить не может. Он и есть. Говорит, я есть им жизнь, путь. Вера, конечно же, признание Бога источником. Хотя ты признаешь, что не прежде, что ты все равно живешь. Потому что Бог любовь насуется с этим причастием. Кто не ест хлеба, не имеет жизни вечной. Да все что-то живут, а ничего. И будут жить после смерти. Потому что Бог сказал, идут, уж на то разберемся, тогда Бог не говорит, что кто я. Он говорит, все имеют жизнь вечную. Одни только в муках, другие в наслаждении. Что тогда этот хлеб есть, я все равно жизнь-то имею вечную. Какую я имею жизнь вечную? В муках или в радости? А в муках или в радости Господь говорит, от чего зависит. Кто малому сотворил? Голодного накормил, ногово одел, больного в тюрьме посетил, а грешащего простил. Вот какие дела любви делают меня либо вечно счастливым, лично вечно несчастным. Вот кто там не ест хлеба. Да и все что-то живут. И после смерти он сказал. Он не сказал, что они не будут жизни иметь. Он и сказал, что будут иметь жизнь вечную, но в аду. Получается, ем я, не ем я все равно имею жизнь вечную. Это же все образы, символы, которые потом понимаются, открываются духом святым. Поэтому Петр-то, он говорит, вы знаете эту истину, она легка и понятна. Вам один раз пришли, проповедовали, вы уверовали в нее, в эту любовь. Как Иоанн говорит, мы уверовали в любовь и во Христа, как внешне, по плоти, в Бога сущего Творца, и что его природа любовь. Мы уверовали и в то, и в другое, и в видимое, и невидимое. Что Христос есть сущий Бог, и что этот сущий Бог любовь. Мы уверовали и в то, и в то. Мы признаем обе вещи. А то веруют во Христа и рубят уши. Хорошо уши, а то и головы. Все. Утверждены и почему-то были первые христиане и знали истину. А мы не знаем. Нам надо гору книжек неисчислимых перечитать. Зачем? Кому они нужны? Истина в том, что Христос в последнее время явил явно свою любовь. Если я вот такой вот не могу познать истину в мироздании, глядя на мир и на себя, то Бог для меня пришел, для такого бестолкового и говорит, вот, посмотри на меня. Я есть любовь. Все. Тяжело, что листина? Нет. Ребенку, понятно, и старой бабушке можно проповедовать, полубезумной или дедушке. Справедливым же почитаю, ну, праведным. Там слова эти переводят, как хотят. Это синодальный тоже. Справедливым, несправедливым. Ну, просто важным. Там переводы разность. Да, коли нахожусь в этой телесной храме, не заметьте, храме не написано. Храм всегда в новом зайте. Это тело человека или Господь Иисус Христос. Ни разу в Новом Завете здание не названо храмом. Это капище, то, что вы сейчас видите. Языческие капища или иудейские синагоги. Вот им название. Новые иудейские синагоги, новоязыческие капища. Это не храмы. Храмом в Новом Завете названо только тело человека и только Господь Иисус Христос. Все. Они себя называют последователями Евангелия и апостольского учения. у вас слова нету апостольского куда не тыкни знаете как анекдот есть свой врач больной это и здесь у меня больно и здесь и здесь врач посмотрел году тебя палец сломанный вот так вот эти все кривославные у них палец сломанный куда они не тычут своим пальцем везде больно побуждать вас напоминанием павел лишь напоминает каждый раз себя пробовать мы сейчас узнаем что он напоминает я вам всегда кратенько вспоминаю что он говорит что надо напоминать слова заповедь иисуса не слова иисуса не надо своим верующим в церкви рассказывать притчи божьи толковать их это сам каждым ему делать нечего человеку выходной берет и читает евангелие если хоть хотя он уже его понял чего его читать то иди дела любви делай иди проповеду сидишь дома читаешь евангелие она кому тебе нужно ты уже все понял ты познал христа идти и проповеду и иди делать проповеду чем не умеешь словами проповеду делами пойди в воскресенье поработай отдай это нищему ты не устанешь от работы ты можешь пять дней в банке сидишь там в каком офисе пойди на стройку воскресенье разомнись поработать эти деньги отдай голодному вдове какой-нибудь не умеешь словом проповеду делами не умеешь делами руки больной старенький уже иди словом проповеду и встань на перекрестке ари по кассе кто меня укорит я да я еще на улице не проповеду просто я болею вот как меня господь восставит у меня уже он стопка лежит буклетов не стопка 75 килограмм чистого веса несказанной красоты как в анекдоте в одном вот у меня 10 тысяч лежит побегу как только сейчас чуть-чуть поправлюсь вот павел лишь напоминает все время что надо любить что вера своя над являть делами знаешь что скоро должен оставить храме на мою как и господь наш иисус христос открыл мне буду же стараться чтобы вы и после моего отшествия сюда приводили это на память ибо возвести ли вам силу и пришествие господа нас иисуса христа то есть благовестие пришедшего христа во плоти нехитро сплетенными баснями последую но бы в просто очевидцами слова очевидцы свидетели это такой коренной слова всего апостольского служения просто свидетельств просто рассказывать друг другу что христос пришел воплотился во плоти пришел творил добрые дела для человека они для кого-то и не чудеса фокусные просто так ради меня все это дело что тем людям что для меня чтобы это явлено было распялся на христе умер умер обязательно сказать и воскрес кто скажет он не умирал умер умер поэтому воскрес в плоти все мы пусть не очевидцы мы настолько верим что можем сказать что мы тоже очевидцы и знающие мы в это уверовали как 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 в истину стопроцентно что так все и был все чё кто кто не может благовествовать каждый может быть принял точек не принял тебе неважно ты сей семи вести все это простую простую свидетельство как они не надо быть сто опять его оба они были рыбаками но что они видели они чего видели по иоанн богослуга это о том что мы видели что слышали что связали руки о том и вам возвещаем все не надо изучать никакие там толкование книжки читать как перечитать кучу пойти на миссионерские курсы как человеку там подсказать обойти как ему в душу забраться лукавство все это никто не может прийти ко христу кто не придет его отец небесный ты откуда знал человек уже зрелый страдает он там ищет бога ты увидишь на улице пирас да просто ему благовеству и все коснется бог его сердце слава христу нигде нам господь не учил там что-то выдумывать психологию какую-то как кому в душу забраться иди благовествую о том что видел что слышал все ничего сложного нет ни них не надо хитросплетенным неба с ним там ничего выдумывать вот евангелие прочти и благовествую ванна очень простой его величие величие это воскресенье они были очевидцами ибо он принял от бога отца честь и славу ну вот воскресенье когда от велелепной славы он правда вспоминает другой случай принесся к нему такой глаз он есть сын мой возблюден в котором мое благоволение и этот голос принесшийся с небес мы слышали будучи с ним на святой горе и при том имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращайтесь к нему как светильнику сияющим в темном месте доколе не на не начнется расцветать день и не взойдет утонья звезда из сердцах ваших зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи люди будучи движимы духом святым и вот вам пожалуйста кривославные учения всех мастей и народов и толков библию нельзя читать новый завет нельзя читать без ты что и вырывают там кусочками еще коверкует эти эти эту мысли петра что нельзя без нельзя нельзя пророчь вы имеете пророческое слово вчитайте с предложений начинается она с девятнадцатого стиха первого и мы имеем важнейшее пророческое слово но знайте прежде всего что никакое пророчество в писании специально стиле читаю по моим выделениям что вот эту всю как светильнику обращать сияющим в темном месте чтобы мысли ловить мы имеем вернейший про имеем до вернейшее пророческое слово о жизни и воскресенье но знаете прежде всего и вот это откровение на богослова с пророчествами с прочими каким-то пророчествами помните в евангелии господь конечно тоже кое-что говорил но знаете кресло что никакого пророчества в писании нельзя жить самым собою ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но извлекали его святые божьи люди будучи движим и духом святым это не писание нельзя читать а пророчество нельзя толковать всем налево и направо а евангелие очень простой иди благовествуй все очень просто потому что дальше он пишет я сейчас перескочу специально с третьей главы это уже второе послание пишу к вам возлюбленным них напоминанием опять напоминанием пробуждая ваш чистый разум чтобы вы помнили слова не слова христа и давай друг другу все евангелие пересказ или какими словами опять этими мечом духовным уши рубить да нет мы слова прежде сказаны прежде во первых сказано святыми пророками они после сказанными святыми пророками никаких больше пророков нет найдут там новых пророков сейчас сколько уж не насмотришься этих пророков прежде скажем и святыми пророками напоминают слова которые святых писаниях к о которых бог свидетельствовал евреи они после которые сказаны пророками слова прежде сказаны святыми пророками и слова причем они заповеди они брить бороду или не брить носить что-то там или не носить вкушать или не вкушать слова пророками о чем о христе и заповедь господа заповедь господа дна вы знаете как он сказал любите друг друга в любви к богу и ближним, весь закон и пророки. Все. Заповедь, например, Господа, они слова друг друга. Слова у каждого из Евангелия. Сам пусть сидит, делать нечего, читает. И Спасителя. Переданную. Не предание мы храним, а заповедь Иисуса Христа. И слова пророков из кому-то нужны, а Мессии. Переданную апостолами вашими. Все. Что тут непонятного? Что должен делать каждый христианин, и их называют проповедниками, апостолами, миссионерами, у кого Господь дар и слово там дает и прочие вещи. Дар и слово, голоса, да всего на самом деле. А так-то каждый что должен делать брат к брату? Вот вам, пожалуйста, пророчество вообще не надо толковать. Только Духом Святым. Есть ли Дух? Большой вопрос. Ну, какой-то есть. Оно тебе надо, тебе легче станет от этих толкований. Или кому-то легче станет. И вот насуются там с этими апокалипсисами, последними временами и пророчествами. Кому это все надо-то? Много из нас святых-то таких. Они как изрекались Духом Божьим, так и толкуются им же, в такой же степени, когда это на пользу ближнему. А у нас уже все давно не на пользу. А напоминаем мы друг друга заповедь Иисуса Христа. Заповедь. Слова все и так знают, все Евангелие читают. Заповедь его, чтобы мы любили друг друга. Все, переданную нам. Мы не предание храним апостолов, а передают нам заповедь и слова Иисуса Христа. Они этим и передавали своим посланиям. Они не в послание своих культ воззвонили. Уже послание, это и есть просто письменное. Передание нам заповеди Божьей. Слов пророков. В своей интерпретации мы занимаемся вот сейчас тем же самым. Что-то мой ролик никто потом к Библии не пришьет. Скажет, что он, ну вот тоже послание Дмитрия. Передает заповедь, вот тоже самое жует. Да все, нам один раз образ просто зафиксировали, образ проповеди в посланиях. И нам достаточно. И каждый делает в своем поколении. Это уже не надо никуда, иначе Библия вот такая была. Сколько людей обращенных. Что теперь, каждого обращения. Ну, Павла обратил Господь. Знаете, сколько таких свидетельств сейчас? Что их все в кучу собирать, что ли? Да и в мире каждую секунду люди тысячами обращаются, каются. И дальше читаем. Вот везде еретики, антихристы. И по каким судят критериям? По заповедям человеческим. Ты то не делаешь, ты сё не делаешь. Надо внимательно читать, что нам пишут апостолы. А что они нам пишут? Были и лжепророки. Это вот дальше, где после вторая глава начинается. Мы закончили первую. Его святые божьи люди будут чудвижны духом святым. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупивших их Господа. Навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас лютыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если бог ангелсу решивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранилось семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Если города Содомские и Гаморские, судив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, «А праведного лота утомленного жизни между людьми нечестиво-развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, в виде и слыша дела беззаконных». То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А тем более тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силую, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. «Они, как бессловесные животные, вводимые природу, рожденные на уловлении и истреблении, злословят то, чего не понимают, вросление своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и сквернители. Они наслаждаются обманами своим, пишут свои с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мгла, мглы гонимой бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произнося надутые пустословия, они улавляют плотские похоти и разрад тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будь часами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути и правды, нежели познав и возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блеотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот вам вся вторая глава. Я специально прочитал, уча вас, что не надо вырывать из контекста. Но смысл всего этого... Вот вы перейдетесь по ссылке в описании, вот на эти тексты Петра. Как я их там, верю, выделяю, чтобы это бросалось в глаза. Мы читаем, кто такие лже-пророки, лже-учителя по мысли Петра. Не по моей мысли, не по моим мыслям культа двухтысячелетнего всех времен и народов. Лже-пророки и лже-учители, я читаю по своим выделениям, ведут пагубные ереси. Какие ереси? Это не вере и не любовь. Я вам сразу ставлю в скобочки. Я объясню, почему. Потому что он пишет, мы первое читаем. Первое, что такое ересь в понятии Петра было, по крайней мере в этом послании-то, вот именно. Не то, что мы сейчас придумали. Лже-пророки и лже-учителя ведут какие пагубные ереси. Я вам сразу говорю, Павел Петр говорит о двух вещах. Опять, как я вам всегда говорю, вера и любовь. Это не вере, он пишет. И отвергаясь искупившего их Господа. То есть, первое, о чем будут учить лже-пророки и лже-учителя, это отречение от Христа. Так было с первых времен, и так будет до конца времен. То есть, появятся среди такие, и такие были в истории. Кто просто знает историю церкви, историю Нового Завета, человечества. Я вот знаю, да, там полно такого, и до сих пор есть. То есть, первое, какая ересь. Кто такие лже-пророки, а то все. Ой, вон он конфессию ненавидит, а это еретик. Да где, кто создавал эти конфессии? Люди, это вы еретики, а я истина. Потому что я иду за пастырем, а вы идете за волками. Вас стригут ваши же волки, жрут вас, пожирают. Они и пасут вас. Когда нацик голодали, сожрали одну овечку. А я иду за пастырем. И вокруг меня вот есть вот такие вот божьи, божьи овчарки, апостолы. Которые берегут, чтобы я и дальше, чем голоса пастыря, никуда не уходил. Все, и шел за пастырем, слушая его голос, а не овчарки. Она молчит, пока пастырь поет. Овчарка гавкает только тогда, когда овца в лесок засматривается. И прибиваюсь к таким же христолюбцам, которые любят пастыря своего. И за ним идут, по его голосу. И я помимо того, что голос пастыря слышу, еще чувствую соседнюю теплую шкурку христолюбца. И вот если я даже голову от пастыря, или оглох на секундочку, хотя бы телом чувствую, куда идти. Они вот так и толкаются, идут, если вы видели, как овечки ходят за пастырем. Второе, что он говорит. Из любостяжания, из корысти, мы все знаем беду просто этого серебролюбия всех этих так называемых пастырей, лжепастырей, волков. Это бабло просто. Он и сам может вообще быть неверующим. Есть и такие, и в истории такие были. Вы посмотрите, потому что там такое бабло крутится. Там система наверх, там такие деньги идут. Мама, не горюй. Откуда у них банки-то у всех? Ватиканы, Пересветы и прочие, прочие, прочие. Десятины и пошло. От десятины, от десятины. Чего это пастырь от своей десятины, который община собирает на нужды своего собрания, наверх отчисляет десятину? Это что это? Богом установленная система? Ничего себе. Это же чистой воды, лохотрон, МММ. А наверху сидит главный пастырь, главный волк, который собирает от десятину десятины и банки открывает. Потому что куда-то надо складывать, расширять хранилище, а то собрал столько, что девать уже некуда, карманы полные. Надо расширить хранилище. Из любостяжания, первое, это бабло. А зачем человеку деньги? Чтобы удовлетворять своей похоти. Если вы посмотрите, я говорю, я вам в свободной форме пишу, но при этом пользуюсь текстом. Хотя не знаю, честно, чем это отличается, когда я на христолюбии по экрану вожу мышкой, и то все это понятно и нагляднее. То есть, и он пишет в конце, произнося надутое пустословие, они опять уловляют. То есть, он говорит, как уловляют-то? Во что? Из любостяжания, во-первых, причины. Это похоть человеческая. Потому что за счет бабла ты потом себе свои похоти удовлетворяешь и свой разврат. Но и с ними делает то же самое. Потому что святой человек истину-то знает, познает и не будет участвовать в этом разврате. Но они из-за своего любостяжания, ну и, соответственно, плотской похоти и разврата, как он пишет, произнося надутое пустословие, то есть, на самом деле, несут чушь всякую, не относящуюся к Евангелию, льстивыми словами, но при этом красивыми. Они хоть и пустые, но красивые. Льстят человеку. Он тебе и так подмажет, и так. Уловляют тоже в плотской похоти и разврат. Потому что ему нужны такие же. Тоже говорят, да, 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 давай, зарабатывай бабло. Давай, будешь там развлекаться, ешь, пей, веселись, развратничать. Ну ты мне только отдай десяточку. И вот таких он их им и это проповедует, льстивыми, пустыми словами. Давай, давай, у тебя будет все. Из своих таких же любостяжаний, то есть, из таких же желаний удовлетворять. Потому что любостяжание, зачем человеку стяживание всего? Чтоб свои плотские похоти удовлетворять. И развращенное сердце умное. Все. А человек, который все в себя берет, он никогда любить не сможет. Любить только сможет тот, кто от себя что-нибудь оторвет. Любовь – это дар, это источник, это дарение, отдавание. Вот вам Павел говорит. Они обещают им свободу, будучи сами рабы тлений. Бо кто кем побежден, тот тому и раб. Все. Вот, откладываю. Компьютер. Вот, все очень просто. Опять, если мы прочитаем. Все очень-очень просто. А, нет, я, кстати, нет, не откладываю. То есть, опять вера и любовь. Все меня укоряют. Вера и любовь, да. Не отпасть от Христа, сущего над всем, благого Бога, пришедшего во плоти. Это раз. И этот Бог – любовь. Мы видим и невидим и исповедуем. Мы поэтому и Христа исповедуем, что Христос – любовь. Мы уверовали, мы познали любовь в Его крестьян, богослов. Говорит, и уверовали в нее. В кого? В нее. Он же не девочка, Господь наш, Иисус Христос. Не женского рода. В нее-то в любовь уверовали. Да он пишет, мы познали любовь в том, что Он отдал душу свою за нас. И уверовали в нее, в любовь уверовали. Ну, естественно, во Христа. И такими-такими словами переполнено Писание. Ну, вот то, что они отпадают, а переданы им заповеди, да. И дальше вот он говорит, третья глава, я вам уже говорил, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием, пробуждая ваш чистый разум, чтобы вы помнили слова. Ну, это я вам уже говорил, пророками, и заповедь Господа и Спасителя, заповедь какую, а заповедь выдаю вам, чтобы вы любили друг друга, не давал он другой заповеди. И Спаситель говорит, прежде всего знайте, а в последние дни, ну, правда, опять последние дни, да вы почитайте внимательно, последними днями называется пришествие Господа Иисуса Христа во плоти. Почитайте послание, опять же, Анна Богослова говорит, а в последние дни явился Сын Божий. Да они последними днями, они у них, тогда думали, они ждали Христа, Павел о себе реально писал, что он думал тоже, что он даже не умрет, а будет восхищен, все изменятся тут. Реально ожидали пришествия Христа, и апостолы думали, вот-вот-вот до конца не успеем дойти. Но Господь так чудно попустил, чтобы они действительно шли и не боялись, и жили этими апокалиптическими переживаниями. Иначе бы так, нам скажи, что я умру еще через сто лет, я сяду на попу ровно и делать ничего не буду, а скажи, что завтра помру, тут побежишь все делать, всем добро, все свои дела подчистить, будешь как насыться, как угорелый, не поешь, не поспишь, будешь все дела свои доделывать. Конечно, Господь им специально так сказал, что не знаете ни времен, ни сроков, что вот-вот приду, не успеете дойти, идите только быстрее. Вот они побежали, а так бы никто никуда не побежал. Я говорю, у нас, о, когда я там еще успею, завтра пойду попроповедую, а завтра еще послезавтра, завтра любовь сделаю. Мало ли там брату нужда есть, да, сейчас неохота тянуться за кошельком, завтра, завтра, все завтра, сегодня надо жить, завтра ты, может, не проснешься. И говорит, а в последние дни, ну это в их времена явились при них точно такие же. Все эти последние дни, это имеется в виду, конечно, это и к последнему времени относится, но и Христос. То есть, Бога убили, что еще надо, куда еще последние, какие еще последние дни? Христа убили. Вам последние дни были, человечество. Я ведь наглые ругатели, я сейчас опять целиком прочитаю, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествию. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так, не знают, что в начале Словом Божьем небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются к огню на день суда и погибели. Нечестивых людей отражается, я просто плохо вижу. Одно тоже должно быть сокрыто, не должно быть сокрыто от вас, возлюблено, что у Господа один день как тысяча лет, ты тысяча как один день. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не зажая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разрушившиеся, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и сгоревшие стихи растают. Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться перед ним нескверненными и непорочными в мире, на которых и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные в собственной своей погибели извращают, так и прочие писания. Итак, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконив и не отпасть от своего утверждения. Мы утверждены в истине, она во Христе. Нам главное от нее не отпасть, а не от хульта, а не от преданий человеческих, не от дяди Степы. Но я сейчас, я специально вам прочитал, чтобы вы видели, вот мы с вами второе послание рассмотрели быстро, сколько времени, 40 минут, проповеди читают, вырвут один стих проповедник, и час жует его. Куча ссылок на Ветхий Завет. Да ты лучше прочти послание. Люди приходят по воскресеньям, целыми днями работают всю неделю. Ты ему покажи, что такое, чтобы он не отпал от утвержденной истины, которую он знает. Ну, может забыть. Ты ему слова пророков напомни, если они ему нужны. Хотя, если он от веры не отпадает, от меня... Хотя, я говорю, это вообще послание Петра все-таки, я вам помните, в прошлый раз показал. Это оно как будто к к римлянам, Павел пишет, как будто к иудеям, к таким уверовавшим. Это еще не к таким святым язычникам, которые все мы с вами являемся по благодати Божией, слава Иисусу Христу. Послание Петра, оно такое, как к римлянам, надо его вместе читать. Нам не нужны эти слова пророков, мы уже все, нам не Мессия нужен, мы сущим Богом признали, Творцом неба и земли, Который все, вот он говорит, Словом Божиим, Словом Логосом, Иисусом Христом, Небеса, водою и водою, и земля, водой из воды. Ну, кто книгу бытия знает, понимает, о чем речь-то идет. Все, а кто такие опять еретики, он пишет, их улетели. В последний явятся ругатели наглые, поступающие по собственным своим похотям опять, и говорящие, где обетование пришествия его. То есть начали с неверия во Христа, пришедшего во плоти, попытались бить в это, да, и пытаются бьют, и сейчас есть секты в это. Второе, в дела, чтобы не любви, а чтобы похоти себе, 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 давайте, давайте, будьте похотливыми, будьте развратными, мне десятиночку я тоже буду востричь и точно так же жить в похоти и разврате. Ну и последнее, если это не работает, будут ругатели, которые будут говорить, ну и где ваш Христос? Вот я грешу, вот я олигарх, и где? Где суд Божий на мне? Ты ему говоришь, да вот, вот будет, будет, подохнешь, будет, или придет, да, и все, мы изменимся, а ты, только мы изменимся в счастье, а ты в несчастье. А он говорит, где, где? Нет таких. И будет свою проповедовать, давайте здесь мир и безопасность, давайте здесь все сделаем. Нет этого, кто он там обещал, смотрите, ему уже бессмертие практически сделали. Правда, бессмертие человек сможет вечную жизнь на земле пытаться сделать, как бы пытаются эти лекарства. Бессмертие убить можно будет каждого. Бессмертие в принципе быть не может. Может быть, вечность, продолжение жизни, да, будут менять органы, там еще, не смогут победить смерть, смерть никому не подвластна, как бы вот это телесное разрешение. Бог надо будет, он тебе по голове стукнет, улетишь туда сразу. Будут вот ругаться над такими христианами, смеяться, где, где ваше обетование, во что вы верите-то? Мы уже вот живем по тысячу лет, мы не хотим. Это христианин хочет завтра туда, и будет жизнь его Христоса, смерть приобретения. Ему не нужны эти ни лекарства, ни эликсиры молодости, ни жизни. Ему ничего не надо. Ему счастье разрешится и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Они будут говорить, где, где ваше обетование, во что ты уверовал? Будут смеяться, ибо с тех пор, вот именно как еще, отцы подыхали, от Адам и Евы, все по-прежнему идет, ничего не происходит. Над апостолой можно было смеяться, где ваше обетование? Вот вы все подохли, простите за грубость. А где? Ну это они так будут говорить. Они, да, они умерли, а жизнь идет. И сейчас вот тоже посмотришь на этих всех, там не только проповедников, и вообще этих так называемых христиан, и насуются этими последними временами. Да еще, может, 10 тысяч лет проживут люди. Ой, все так меняется. Да антихриста ждет ровно каждое поколение. Кто читал историю человечества, каждое поколение находили антихриста. Наполеон, Гитлер, Сталин. Кого только не найдут. Этот, этот, каждый был антихристом. Все, конец света, завтра все произойдет. Новые технологии, ну и что? Человек не такой безумный, он себя уничтожать не будет. Найдет он как из планеты высосать что-нибудь по-другому, новые источники энергии. Да и может жить, еще будем миллион лет. Какая нам разница? Что мы ждем этого последнего? Вот твое последнее время это настанет, Бог положил. А еще 70, а еще 80. И полетел. Вот что важно знать-то. Поэтому, кто будет смеяться, сказать, ну не веруешь ты, ну узнаешь. Рано или поздно ты узнаешь. Да и мила ли жизнь без любви? Нет, конечно. Можно вечно жить и жить в аду, когда, как Господь сказал, тогда, говорит, настанет конец, когда будет одно вот именно беззаконие вот это и разврат. Не будет никакой любви среди людей искренне. Любовь это дает, человек живет для другого. А мы не для другого живем. И заканчивается оно. Почему говорю, ну хорошо бы, если просто проповедь говорить, на какую тему в чем вере возрастать. Я-то вам хотел показать о проповедническе и на остальных продолжить прошлый ролик, по сути-то. Ну а кто хочет прочитать про причастие, как с Богом возрастать, то это вот, в принципе, первые 12 стихов второго послания. Там вы все тайны найдете. Потому что сделались причастниками божеского естества. Тот, кто вере показывает любовь. Я все время сжимаю это его предложение, потому что у Павла, получается, он разжевывает то, что Павел говорит. А Павел разжевывает то, что говорит Иаков. Иаков говорит, вера без дел мертва. А Павел уже говорит, вера без дел каких? Вера действующая какими делами? Делами любви. Ну, Петр еще расширяет. Это в добродетель, в добродетель терпения. Как ты что сделаешь любовь, если ты не оторвешь от себя? Любовь это что-то отрываешь. Это не когда ты лишняя, знаешь, в церкви все гожи, что дома не пригожи. Это вот из этой серии. Да нет. Любовь это то, что ты отдаешь даже тело свое на сожжение. Все имение продаешь и раздаешь нуждающимся. Вот это любовь. Любовь это отдача, причем пик ее возрастания бесконечен. Потому что будешь больше отдавать, тебе Бог будет еще больше давать, чтобы ты еще больше возрастал. Ты будешь больше отдавать, когда ты будешь все равно. Ты Бог будет еще больше давать и проверять тебя. Испытывать твою веру, действующую любовью. Вот как это работает-то. Поэтому все христианство в Иисусе Христе. Нет ни обрезанья, ни обрезанья, ни еленов, ни иудеев. А вера, действующая любовью. Вот мои братья и сестры, любимые во Христе. И так куда ни ты к ней. И в этих сектах всех, кривославных, всех направлений. Северо-запада, юго-востока. Нет никакой истины. Куда ни ты к ней, везде больно. Я говорю, больным пальцем тычешь. Это прям беда какая-то. Все, вот она истинно простая. И суть христианина, христолюбца, стать в этой истине. Слушать заповеди Господа. Слова пророков, если нужно. Но вот мы, я там, так и хочется приписать к Новому Завету, что теперь-то мы, конечно, мы используем наставление апостолов, чтобы понять, как это правильно. Правильно ли мы все поняли у Христа? Все правильно, вот, пожалуйста, прямым текстом. Мы все знаем и утверждены в истине. Истина одна, она очень легка. Бог есть любовь. Все. Бог даже не вера, а любовь. Мы в него верим, а ему не надо ни в нас верить, ни в бытие. Он есть в бытие. Мы не в вере возрастаем, а в любви. А уж вере, как говорят, возрастает, это подразумевает для христианина, это слово вера уже перетрансформируется, хотя используется порой. И это слово, хотя бывают другие слова, это слова синонимичные, надежды и упования. Поэтому вере, так скажем, мы можем встречать в Новом Завете, тоже, что ты возрастаешь. Апостол пишет, уже подразумевает упование и надежду. В самой вере в истине нельзя вырасти, она есть, она неизменяема. Бог свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог любовь и неизменяем. Переведите эти символичные слова. В других местах есть и прямые слова. Сам Бог говорил, Бог благ. Иаков говорит, Бог есть, в нем нет ни капли перемены. Все, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Бог есть любовь, и он не изменяет. Вот вам истина. Больше в нее возрасти некуда. Где там Павел пишет о возрастании веры, там же по контексту видно, он говорит, в уповании и надежде. И на даю употребляются слова и уповании надежды. Слов придумали много, а порой они или одинаковые, синонимичные практически, близкие, или просто по контексту подразумеваются именно эти. Вы сами знаете, я вот с английским языком, я, конечно, не знаю его, мягко скажем, не то, что не идеально, да и так. Хотя в институте везде пятерки были. Но вот именно, что там есть слово, которое в разном контексте тоже по-разному просто читается. Вот и все. И у нас это то же самое, заблуждение со словом веры. Оно как бы везде вставляется, но порой в разных контекстах вроде бы с виду одно и то же слово, как в английских словах. Я же тоже все-таки английским занимался. А порой противоположные чуть ли не значения бывают, хотя пишется одинаково. Или произносится уж. Таких вообще полно в языке случаев. Вот и все. Поэтому в надежде упования мы, конечно, тоже растем. Ты раз понадеялся, два уповаешь. Чем ты больше в этой надежде упования, тем ты больше усыновляешься. Потому что дети спокойно живут в доме отеческом, родительском. Вот вам живой пример. Вот вам какие наставники. Вот вам какие лже-наставники. Все. То есть ты опять будешь бить у вас в неверие, в нелюбовь и в неуповании. То есть ты опять будешь разрушать веру о Христе, пришедшем воплоти, явившемся в любовь и воскресшем. Где, говорит, пришествие? Ну, пришествие – это такое же воскресенье, образ. Второе даже пришествие. Потому что те это видели, но это будет явлено для всех воскресенье. Его пришествие, второе воплоти, как для апостолов было явление Господа после воскресенья. Ну, вот и все. Ну, ладно, на этом все. Наговорил я специально 50 минут. Ну, видите, я опять, что-то меня тянет все время. Мне просто пишут некоторые, ой, ну вот бы по тексту. Если я, видите, читаю по тексту, я не могу так. Я не могу вырывать. Мне надо либо тогда вообще свободно говорить, по памяти вот так вырывая, да. А если я беру в руки текст, я не могу взять вот так прочитать. Хотя действительно бессмысленно. На христолюбии ролики, когда я пишу и прямо показываю, я считаю, что они приносят много пользы людям, тем, кто именно пытается это увидеть прямо еще глазами. Зрительная память – это 95-90% человеческое потребление информации человеком. Поэтому это очень важно. Я, получается, один сидел, читал, я вам ссылку в описании дам, вы можете перейти, конечно, и тоже следить. Но то я там еще мышкой прямо выделяю, вы прямо видите. Я там сделал свои тексты специальные. Я их стихи не вот так написал в столбик, а в повествовательном там легко читается, легко это видно, эти вещи-то. Легко видно отделение одного от другого. Что да, мысль немножко изменилась. Послания пишут на разные темы. Видите, я тоже успел много разных тем коснуться. Где-то про храм вспомнишь и еще что-то. Так что, конечно, я, наверное, последний такой сделал. Я не буду брать в руки. Если я что-то беру в руки, даже вот Библию, я сейчас взял именно компьютер, где у меня эти выделения, мне легко следить, это же я делал. А я беру электронную книжку, где у меня там нет этого ничего, да, а просто сплошной, вот с такими буквами, с такими цифрами, стихами, там ничего не видно. Я, конечно, буду читать, я такую хорошую не скажу проповедь. Потому что я буду смотреть, я сам буду что-то забывать. Я же не пишу никаких конспектов. Но мне достаточно смотреть в писание. Я для этого свои тексты переработал в свой редактор, чтобы я мог там быстренько просто пометочки делать. И все, мне этого достаточно. Дальше-то я уже эти могу слова связывать. Бог одарил такими дарами. Вот. Поэтому я, конечно, этого больше делать не буду. Этот ролик сейчас бы лучше писать за компьютером. Записал по тексту, все, показал. Потому что мы с вами разобрали целиком второе послание в контексте просто наставничества и пастырства. Поэтому, получается, тоже я напрягаюсь все время. А так бы я раз записал, потом с кем-то можно поделиться. А так в свободной форме это слишком сложно. И ролик получился он часовой. Так что, конечно, я больше не буду этого делать. Потому что я уже думал, ой, надо теперь этот планшетник покупать, может быть. Потому что с электронной книги там нельзя такие вещи смотреть. Там другие форматы, там нельзя. Это я сейчас смотрел с собственного сайта. У меня есть этот старенький ноутбук. Вот. Так что такого больше не будет. Последний разочек такой попробовали формат. Буду продолжать в свободной форме. Приблизительно вспоминая тексты священного писания. Потому что, да, у меня нет там супер памяти. Уж тем более я не могу точную ссылку порой дать в какой-то главе. В каком месте. Вот. Ну, кто мне верит, кто верит в мысли. Я всем говорю, потом читайте, проверяйте. И сами читайте, назидайтесь, плавайте в писаниях Нового Завета. В Евангелии, в посланиях. И тогда вы будете слышать. И вот я вам привожу такие просто действительно самые важные вещи. Во-первых, как понять, кого слушать-то. Человек должен тебе слова Господа, заповедь Господа, прежде всего. Чтоб ты о вере не забывал напоминать. Слова пророков вообще нужны, в принципе. Не слова Ветхого Завета, а пророков. Не из Ветхого Завета вырывать, из авторитета писания. Это никакой не авторитет, это бумажки. Пророков, о пророчествах, да. О мессианских пророчествах о Христе. Ну, кому они уже нужны, если вы даже возросли в то, что вы не просто его учителем признали, не просто Мессии, и даже не Сыном Божьим, а Сущим над всем Творцом. Вам зачем эти слова пророков? Вы уже, значит, выросли даже из Евангелия от Марка, из Евангелия от Луки, из Евангелия от Матфея. Вы уже с Иоанном Богословым сидите на прощальном ужин со Христом, который вам говорит, что я Сущий Бог. Я есть Он. Я вам потом покажу еще, что послание Иоанна Богослова, она еще, там у него Бог-Отец, что Он отдал Сына, там все. В Откровении он пишет от лица, как будто двоится, опять Бог, Сын. И уже Евангелие он пишет, прямо пытаясь человеку раскрыть, это Иисус Христос, это даже не Сын Божий, это Бог. И что Троица, это лишь образ и символ. И символы образа любви, что Он для нас и родители, и брат, и жених. Все Он для нас. И друг. Это все жизненные образы любви. Мы сейчас любим родителей, потом друзей, потом невесту и жениха, кто возрастает, потом детей даже, друзей всех срабо. Это образы любви, это образ природы внутренней человека, что мысль рождается с какими-то целью. Отец, Сын и Дух. То есть ум, мысль, у нее есть какой-то дух, какое-то желание, хорошего или плохого. Это образы все. Бог един, это Иисус Христос, сущий во плоти. И во всем бытии. Это Он. Так что вот так вот. Ну все, буду теперь писать короткие ролики, вот такие полчасовые, без всяких бумажек. А то у меня так не получается. Если я беру бумажку, значит, это другого формата. Я для этого разделил каналы. А то у меня все время, тогда бессмысленность разделений. Вот. Канал Христолюбый Лайф, это когда я просто вот от себя говорю, без всяких бумажек, на природе, куда-то поехал, там может не быть под рукой, и так далее, и так далее. Вот. А на Христолюбе можете смотреть, где я буду конкретно, вот стримы эти называются, когда идет с экрана, можно что-то посмотреть, картинки, я там иногда, вы знаете, пытаюсь эти делать, скриншоты какие-то, иллюстрации, чтобы было более наглядно, видимо. Это где для глаз. А ролики на Лайф, это в принципе для уха, вы можете вообще на меня не смотреть, включить как аудио, там на другом компьютере, или скачать, слушать в машине, потому что, что я вам покажу. А смотреть на мой прекрасный лик не обязательно. Вот. Ну все. Всем, кому понравился ролик, ставь вот такой вот палец вверх, кому не понравился, вот такой вот палец вверх ставим. Кому, кому действительно, кто считает полезным, пусть поделитесь со своими братьями и сестрами, да и с кем пожелаете. Не только во Христе, да, с любыми людьми, кому думаете, что-то может быть коснется сердце. Ну, Бог живой всегда посреди нас, помните это. Господь Иисус Христос вчера и сегодня, и завтра один и тот же. Он любовь, и поэтому мы живем только любовью, делами любви. Вот и все. Ну все. Все мои, кто не знает, ссылочки на мои каналы на YouTube наверху, контакты для связи, для общения во Христе внизу, да и не только во Христе. Можем и пояснять что-то, если кто-то ищет, только истину. Ну а все полезные ссылочки всегда справа от меня. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.